Приветствую вас, вы знаете, первое, что мне хочется сказать вам, это то, что если произошла, случилась такая ситуация, что вы обидели своего молодого человека, да, если так вот получилось, что это произошло, то на мой взгляд, лучшее, что вы можете сделать сейчас, да, это не трогать его, на мой взгляд, лучшее, что вы можете сделать сейчас, это дать ему какое-то время побыть одной, одному побыть наедине с собой, вот, какое-то время, значит, чтобы он отдохнул немного, может быть, от вас, вот, какое-то время, чтобы он привел свои мысли и чувства, да, порядок, вот. А вы, вы используете это время для того, чтобы понять, почему так произошло, из-за чего так произошло. Потому что, вот вы говорите, что если, что вы совершили глупость, да, ну вот, но глупость ли вы совершили? Вы совершили, может быть, ну, какие-то действия, да, может быть, вы совершили какой-то поступок, поступок, это безусловно. Но, этот поступок был продиктован, с чем, этот поступок был продиктован вашими, к примеру, желаниями, этот поступок был продиктован тем, к примеру, что вам хотелось, вот. И, на мой взгляд, стоит подумать, раз уж такая ситуация произошла, да, что, на мой взгляд, стоит подумать, как она произошла, почему она произошла, эта ситуация, вот. Как так вышло, что она произошла, такая ситуация, что вы, к примеру, хотели, в чем нуждали, когда вышло, что выбрали именно этот путь, ну, ну, то есть, вот, путь, который, по итогу, привел к обиду, к обиде на вас. За этим, за этим же кроется какое-то желание, вы же, чего-то хотели, все-таки, вот. Поэтому, мне кажется, что здесь, вот, нужно, так или иначе, разбирать эту историю и смотреть. Следующий важный момент, это то, что вы не можете, вы не хотите жить. Вот, это говорит о том, что в человека вы чересчур заинтересованы, в человека вы чересчур. Ну, знаете, без человека вы, соответственно, не можете, вот. Ну, судя по тому, что вы пишете. И данный аспект, данная история, также является чем-то довольно негативным. То есть, это, это то, чего быть, ну, не должно. То есть, ну да, вы обидели человека, но нам неизвестны все обстоятельства, что произошло. Может быть, вы его и не обещали вовсе. А может быть, человек просто сам обиделся на какие-то ваши совершенно безобидные действия, безобидные моменты, вот. Обиделся, ну, просто потому что хотел, вот. Просто потому что, ну, к примеру, к примеру, да, к примеру, пришло время. Понимаете? Понимаете? Вот. Это тоже нужно учитывать обязательно. Данный аспект тоже нужно обязательно учитывать, если мы хотим понять, что конкретно у вас происходит. Вот. Ну и, конечно, очень важный момент, что вы не задаете никакого вопроса. Вот. То есть, абсолютно никакого вопроса, вы не задаете. Что вы хотите? К примеру, наладить отношения с молодым человеком. Со своим. К примеру, вы хотите понять себя. Почему, ну, почему вы поступили именно так, например, а не иначе. То есть, нужно здесь определить, чего вы хотите от психолога. Вот. Потому что сейчас, что-то вы описали, это, ну, просто жалоба. То есть, вот, ну, это вот, ну вот, случилось, я его обидел, он меня не хочет видеть, я не могу без него жить. Ну, психолог-то работает с информацией, с материалом, который вы даете нам. И начинать нужно с характера, я полагаю, ваших отношений. От того, какой характер ваших отношений зависит и всего остального. То есть, если ваши отношения изначально были построены, к примеру, на, допустим, каких-то обидах, да, на каких-то взаимных обвинениях и так далее, допустим. То почему вы в таком случае удивляетесь, что мужчина обиделся, обиделся, вот. Я вижу, как один из вариантов, я вижу, что вы обесцениваете себя. Ну, как бы вы склонны себя обесценивать, да, склонны, вот, не прислушиваться к себе, вы склонны не, вы склонны обвинять себя, вот. Понимаете, любые ваши действия, любые, любые ваши действия, если они, вот эти самые действия, будут продиктованы, именно продиктованы чувством вины, то ничего хорошего абсолютно не будет, на мой взгляд. Потому что вина не раскрывает ваши потребности, не раскрывает ваши мотивы, не раскрывает того, почему вы поступали именно так, а не иначе. Вот. И, возможно, молодой человек совершенно правильно делает, что он вас сейчас не хочет видеть, потому что он понимает, что это повторится. Что вы, даже прося у него прощения, скорее всего, повторите эту историю, скорее всего, вы поступите так же. Не потому что вы действительно хотите его обидеть, нет. Не потому что вы действительно, там, настроены, грубо говоря, против него, там, и так далее. Нет. Не поэтому. Не поэтому. Вы делаете так, по той простой причине, что вы не удовлетворены, не удовлетворены. И свою собственную неудовлетворенность вы не снижаете. Вот. Вследствие чего и возникает проблема. Возможно, молодой человек обижается на вас, в том числе и за то, что вам не хочется жить. То есть вы его идеализируете. Ну, к примеру. К примеру, вы его идеализируете. И это тоже такая довольно неприятная история, потому что никому не нравится, когда его, например, идеализируют. Ну, я имею ввиду человека, особенно, если этот человек, да, ну, не такой, и он знает об этом, понимаете? Вот. Поэтому, на мой взгляд, тут вот очень важно изучить все аспекты вашей ситуации, да, дабы вам помочь, дабы вам адекватно помочь. Вот. Для этого нужно больше информации. Для этого. Вот. Надеюсь, вы понимаете. Надеюсь, вы отдаете себе в этом отсчет. Вот. Там еще экологи не гадают и, соответственно, экологи анализируют. Совершенно точно и совершенно односначно я могу сказать одно. Что довольно тревожный фактор, довольно тревожный факт в том, что вы не хотите, где жить. Это говорит о важном слиянии с молодым человеком. Слияние – это один из механизмов негативно действующих на личность. Вот. И, как психолог в этом я вижу одну из ваших проблем. Как психолог в этом я вижу ваше глубинное чувство, глубинное ощущение, возможно, своей неполноценности. Неполноценности, а неполноценности, как бы одной, да, неполноценности, одной неполноценности, в смысле, что без него, да, вот без молодого человека, к примеру, вы не чувствуете себя, скажем так, ну, хорошо. Без вашего партнера, да, вы себя не чувствуете, как бы настолько хорошо, чтобы, соответственно, ну, что-то делать, реально что-то делать, да, без него. Ну, и вот, как результат, как результат, да, это вот то, что вам может очень сильно мешать. Как результат, это то, что вам может очень сильно портить жизнь. Вот. Так что, я предлагаю вам именно с этими аспектами разбираться. И когда эти аспекты будут разобраны, то вы сможете для себя, для себя выработать позицию. Позицию, которая в наибольшей степени вам подходит в этой ситуации. Максимальной пользой для, к примеру, себя. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.